или своих близких почему такая великая страна в первые же месяцы на передовую бросила граждан из центральной азии я тоже не знаю зачем среди центральная азия воевала за россию зачем что гитлер сделал плохого центральной азии вот чем в чем была заинтересованность казахстана вот эти все народы вот все народы куда гитлер вообще даже вот еще не успел даже вот он что по-казахски разговаривал а вообще вы как вы не вообще узнали об этом гитлере а сталине вы знали о репрессиях вы знали о голодоморе знали вы знали кто ваш враг нет вы вошли вы объединились какой-то общей бедой где был запасной состав союза но давайте отступим чуть назад до военный период что творилось центральной азии за несколько лет до этого в казахстане буквально за три года расстреляли алейхана буки хана лидера премьер-министра казахской асср не задолго до этого прошел массовый голодомор где этническое население потеряла более 70 процентов репрессии были столь масштабны что только в кианге ты слышал что казахов до голодомора было чуть ли не 81 не прожить и то ли 81 то ли 180 миллионов короче что-то что-то очень много вот что-то вот в действительно советский союз уничтожил чуть ли не 70 процентов казахов поправьте меня станет число перевалило за 25 тысяч человек и народ побежал сохранить советский союз как вы думаете также хочу напомнить слова исмаила дезертира из повести лицом к лицу чингизайт матова где в своем аналоге он говорит я не буду воевать это не моя война нога моих предков не ступала на эту землю нужно понимать что в то время было молодец на передовой ушли родные и дети репрессированных и уже позднее с помощью пропаганды и масштабного празднования 9 мая превратили великую победу сплоченного народа и что самое обидное после победы и мучения советского народа не прекратились оставшихся в живых по обвинению в дезертирстве и шпионаже ссылали массово открывались лагеря 9 мая и борьба над фашизмом преувеличен и романтизирован в этот день мы не должны праздновать а вспоминать всех погибших и почтить их память что касается 16 декабря тоже день траура как выразился невзоров казахстан колыбель революции именно после восстания в алматы в декабре 8 вот 5 декабря вышли эти простые люди в москве то помните началась революция в 905 году 9 5 5 декабря кровавое воскресенье помните о какой кошмар как кровавое воскресенье потом потом значит люди восстали и в конце дедушка ленин сказал все долой царскую семью и расстреляет царскую семью вот пожалуйста казахи вышли 17 декабря и все и как бы нужно их заткнуть их там живыми чуть ли не закапывали в обврагах тело не нашли родители не смогли похоронить ну по по своим обычаям сколько раненых я даже не представляю но как бы огромное количество мертвых то есть я могу понять почему кровавое воскресенье можно а в казахстане сделать свою революцию нельзя причем как бы там и там мирные люди шли что за двойные стандарты во всем союзе начались волнения и первыми о восстановлении зависимости объявили прибалтийские страны 16 декабря это логическое продолжение всех восстаний казахского народа против российской империи потом советского союза это знаковый день для нас памятный один зависимости у нас должен быть какие в других странах день принятия конституции и именно такой день мы должны превратить в массовые культовый праздник независимости готовиться масштабно и отмечать особенно ярко пробуждая в каждом гражданине чувство патриотизма я это вам искренне желаю